Всем привет, с вами Тристаня и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такую подвеску в виде листочка из янтарно-медовой трости. Начнем. Отрезаем от трости нужное количество пластинок. Укладываем их слегка внахлёст друг на друга и прокатываем на пасту-машине на толщине около 1,5 мм. Раскатываем черную полимерную глину толщиной 1,5 мм. Кладем на него наш пласт, хорошо прижимаем, лишнее обрезаем. Теперь при помощи молда нужно сделать текстуру. Молд можно сбрызнуть водой, я слегка посыпаю крахмалом. Прикладываем янтарно-медовой стороной к молду, хорошо прижимаем, чтобы все отпечаталось. Я заранее подготовила шаблон, можно воспользоваться катером листа. Прикладываю шаблон к черной стороне и вырезаю по контуру будущий листик. Аккуратно сглаживаю края листочка, придавая им округлую форму. Редактор субтитров А.Семкин Лезвием подрезаю неровности у листка, чтобы контур стал более отчетливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания можно приступить к тонировке. Я использую черную акриловую краску. Хорошо промазываем листик, чтобы все прожилки оказались покрыты краской. При помощи влажной салфетки или ватного диска, смоченного водой, убираем излишки краски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь заливаем его 3D-глазурью Гламур Пласт. Можно воспользоваться фимогелем или эпоксидной смолой. Зубочисткой распределяем глазурь по всей поверхности и даем время затвердеть и преобразиться. Зубочисткой распределяем глазурь по всей поверхности и даем время затвердеть и преобразиться. Сборка. На чокер подвешиваем соединительное колечко и продеваем бейл. При помощи сверла делаем отверстие в листочке и крепим его к бейлу. Вуаля! Наша подвеска готова! Листик получился очень красивым. Он сияет на солнце и переливается янтарно-медовыми оттенками. Вы смотрели мастер-класс «Осенний лист» из янтарно-медовой трости от Тристани? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!